Добрый день! Видите, все тает. Скоро начало сезона. И толпы кладоискателей устремятся в поля. Но вы понимаете, что недостаточно иметь лопату и металлоискатель. Нужна еще хорошая и удобная одежда. Вот за этой одеждой мы и пришли сегодня в один из магазинов военсклада Оловянный солдат, который находится в городе Обнинск на улице Гагарина. Давайте попробуем выбрать там какую-нибудь одежду. Можно? Добро пожаловать! Мы сегодня пришли к вам, чтобы купить одежду. О, здравствуй! Здорово! Здорово! Ну ты что, как? Нормально доехал? Помаленечку, да, потихонечку. Помогать нам сегодня будет кладоискатель с достаточно большим стажем Виктор. Ему мы будем выбирать какую-то удобную для его поисковой деятельности одежду. Но вначале спросим его. Вить, слушай, ну ты же копаешь-копаешь, да? Ты когда-то что-то находишь. Скажи, пожалуйста, вот закончился сезон 2014, да, вот этот вот. Скажи, ты вот когда в поля ездил, вообще, что вот самое такое запоминаешься? Какая самая лучшая находка вообще у тебя была? Ну, последняя, это Алтын, вот осенью мы ездили. Что за Алтын? Алтын Петра Первого, 718 год. Серебряный. Да ладно? Серебряный? Ну, это уже очень редкая монетка такая, да? Ну, нечастая, скажем так. Поехали осенью, поздней осенью, на такое известное среди местных копателей поле. А попали как раз на перемену погоды, то снег, мокрый, тот дождь, промерзли все, но вот под конец нас, как говорится, осчастливило, обрадовало находочкой такой. В связи с чем, из-за того, что было холодно и сыро, решил вот приехать в данный магазин, при закупице уже сделал, как говорится, выводы на своих ошибках, что был недостаточно экипирован под данные условия погоды. Вот сейчас будем, собственно говоря, экипироваться на весну, потому что весна тоже непредсказуемая. Ну да, 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 тем более сейчас, когда такие перепады погоды, да, непонятно, что будет весной. То ли снег, то ли дождь, то ли ветер, какие-то ураганы там и так далее. Поэтому, конечно же, здесь, я думаю, выбор вполне приличный. Я думаю, мы найдем сейчас хорошую одежду Виктору, чтобы он смог уже чувствовать себя комфортно в поле, в лесу, где-то там еще, да, и так далее. Поможет нам в выборе одежды, в экипировании удобной, так сказать, одежды Виктора, руководитель клуба нашего «Лавянный солдат», да, и думаю, что он подскажет, что к чему и как. Да, давайте попробуем что-то подобрать. С чего мы начнем экипировать вообще Виктора? Что нужно в первую очередь? С чего начать? Сверху, снизу? С ботинок, с брюк, с куртки? С чего? Начнем мы подберем на него брючки, курточку, потом ботинки и что-нибудь непрямомокаемое. В первую очередь, какая расцветка тебе вот больше по душе? Потому что я же вижу здесь очень много различных и расцветок, да? Да, Британия, Германия, Италия, Швейцария, Австрия. Какие-то вот есть желтенькие там, допустим, да, там какие-то зелененькие. В США, в России, у нас. Я не знаю, тут очень много различных вариантов. Вить, что тебе ближе вот по душе, грубо говоря? Ну, мне больше симпатизируют Англия и Германия, если по странным производителям. По расцветке, флектарн и дпм. А скажи, а почему именно, вот почему не наша, допустим? Что там, качество не то или как, расцветка? Наша страдает качеством и износостойкостью, так скажем. То есть это не совсем немного ненадежно, да? Лучше выбрать чуть-чуть подороже, я так понимаю, да? Но понадежнее, чтобы на дольше хватило, как бы. Да, оно даже не всегда получается, что дороже. Оно бывает и выскакивает один к одному. Что наше, комплект... Понятно. Ну, на чем ты сейчас остановился? На какой одежде? Сейчас я остановился на Германии, флектарн. Комплект хэбэшный и комплект мембраны. То есть мы начинаем с Германии, да? Да, начнем с Германии. С флектарна, с летнего комплекта рубашка-брюки. И, наверное, головной убор в виде панамы. Да. Так, ну, давай. Очень хочется уже посмотреть, как это будет выглядеть, скажем, на тебе. Ну, все, я набираю и прохожу. Это вот, это, подожди, я вижу, это, по-моему, мембранка, да? Это мембрана Германия. То есть она что, она непромокаемая? Она непромокаемая и ветрозащищающая, так скажем, с капюшоном. То есть, если вдруг начался дождь, одевается сверху комплект, прям поверх комплект, который находится на тебе. То есть это легкий хэбэшный. А, то есть это как верхняя идет одежда, да, как бы? Да, верхняя. Одевается, в принципе, его можно подобрать на любой размер. Ну, желательно брать чуть-чуть побольше, чем надо. Ну, в принципе, все сезонные. Его можно одеть и осенью, и зимой, когда угодно, на любую одежду. Они довольно-таки просторные костюмы. Ну, давай. Вот это вот что-то уже отложено, да? Здесь это что? Это бунды сверху. То есть ты сначала ее будешь, да, одевать? В той же расцветке, флектарн. Да, сначала ее. Так, а штанишки какие? А, вот брюки под нее. Брюки, да, под нее. А сверху уже будем подгонять мембрану. Вот так это все выглядит, да, значит? Да. Вот это стандартный китель бундесвера. Ну, на сколько хватит, скажем, вот такого комплектика, да, вот, постоянного ношения в поля, там, в леса куда-то? Поля в леса, если не расти, то лет, так, угодно, 4 точно хватит. Угу, то есть надежная такая штучка, да? Красавчик, дембель. Все. Надо пониже спустить. Так, ладно, какая-то курточка здесь еще приготовлена, это что? Да, есть парка. Это уже... Что такое парка? Почему парка? Что это значит вообще? Парк, удлиненная куртка со вставкой. Ага. Можно и без вставки. Да, с капюшоном. И с капюшоном. Ну-ка, одень, давай посмотрим. То есть получается как бушлат, да, такой теплый? Да, она может использоваться как со вставкой, так и без. Вставка не подстегивается, ничего, просто будет утепленный такой жилетик, скажем так, с теплыми рукавами. Зимние условия без проблем. До минус 15, по-моему, она выдержит. Здорово. А по весне, по осени, по стерочку снял и можно носить одну клапанку. Парка очень удобная, короткая молния, в машине удобно садиться, клапан, чтобы не продувалась. Осталось только кепочку. Да. Тут же есть капюшон, зачем кепочка? А это такой маленький бонус от нашего магазина. Удобно, комфортно. Тепло, главное. И тепло. Угу. Ничто не сковывает движение, кармашечки, боковые, нагрудные. То есть, в принципе, ну, а вот наклоняться, допустим, наклонись, вот там монетку, там, вот ты нашел, вот как это будет все? Все нормально, нагибается, нигде не тяга. Ну, между прочим, для облегчения условий нагибания, скажем так, в нашем деле, в вашем, в нашем, очень неплохой вариант. Это наколенник, я так понимаю, да? Это наколенничек, да. На коленечек. Очень удобно, когда мы совершаем частые движения в сторону земли, опираемся на колено. На липучках довольно-таки надежная конструкция. Вот, мы, дополнить теперь, ремешки не буду затягивать, просто мы сейчас покажем, вот так, свободно. Ну-ка, наступи, вот, как коленочкой, как вот, присаживаешься. Удобно, не жмет, как коленки удобно. Вот на бетонном полу, да, сейчас? На бетонном полу, вот, со всего. Нормально. Очень удобная штучка получается. То есть, в принципе, достаточно необходимая вещь тоже. Да, да, да. Ну, и в этом костюме, что мы еще забыли, Дитек-то подобрал у нас по размеру, в принципе, поясной ремешок. Ага, на который можно повесить, так сказать, да, какое-то дополнительное оборудование, какой-нибудь кармашек, да, для находок, и, может быть, пинпоинтер какой-то. Да, дополнительное оборудование, на самом деле, всегда лучше не пользоваться неврёчным ремнем, а брать уже разгрузочные ремни, или непосредственно уже сами разгрузки, поясные системы, или готовые разгрузки. Угу. Не, ну, мне кажется, такие элементарные вещи, как какой-нибудь небольшой совочек, пинпоинтер и дополнительный кармашек, можно, в принципе, на такой брезентовый ремешок повесить. Ну, да, мелочь какую-то без проблем она вешает. Ну, кстати, неплохой вариант для копателя, недорого, в принципе, стоит. Довольно-таки тоже. Ага, перчаточки. Износостойкие, кожа. Срелковые. Если там много копать, допустим, рука не стирается. Они, гляжу, не толстые, тоненькие такие, да? Да, они бывают и просто кожа тряпка, и бывают с утеплителем уже зимние. Как пример. Ты скажи, внутри удобно, вот, допустим, монетку какую-то в руки некрупную взять? То есть они достаточно чувствительные? Сейчас примерим, посмотрим. Да, чувствительные. Достаточно чувствительные. Чувствительные – это кенгуриная кожа Англии. Ну, это наверняка гораздо дороже, поэтому… Конечно, дороже, но их не ощущаешь вообще на руке. Не особо толстая кожа, и внутри один слой ткани. Угу. Ну, в принципе, удобно, комфортно. Как многие любят в цвет. Так, ну, а что-то мы еще тут подбирали, какую-то непромокаемую одежду. Да, мембранный костюм. Он без проблем одевается. То есть, ну, а вот этот костюм, допустим, он как насчет промокания? И вообще, вот в дождик в нем как-то можно вообще ходить? Тряпки плотные, то есть, моментально она не промокнет при первом дожде. Ну, в принципе, долго не выдержит, конечно. Это не та вещь, которую можно долго ходить под дождем. Ясно. Ну, выглядит так очень приятненько, в общем-то. Смотрите, мембранный костюм. Одевается без проблем на любую одежду. Они довольно-таки свободные, как я уже говорил. Для этого нужно бушлат снять или... Как хотите. Можете на футболочку, можете на бушлат. Как подберете размер, как будет. Вот. Видите, у вас от жадности даже двор меня захватил. Ну, довольно-таки тоже удобно. Костюмчик тоже, короткая молния, клапана, защищающие молнию от ветра. А, ну вот и все. А брюки, брюки тоже сверху одеваются, как бы, вот таких тряпочных брюк? Да, без проблем можно одеть и сверху, так же и отдельно. Брюки, наверное, мы не будем одевать. Прямо сейчас. Ну, понятно, понятно. И насколько вот влагозащищенный такой костюм получается? По личным, как говорится, опытам мы наливали в капюшон воду. Где-то держит два с лишним часа. Здорово. Потом вода начинает сочиться. Но, опять же, это не резина, это мембрана. То есть она дышит? Она дышит и не пускает в ветер, влагу. То есть она отдаёт, но не пускает. Так, ну вот это всё, в принципе, полная экипировка. Да, которая нужна, скажем, на такую достаточно холодную весну, либо осень, может быть, даже на зиму какую-то. Это же не обязательно копать. Можно же, допустим, в нём там, я не знаю, на лыжах кататься, наверное, да? Да, кстати, берут горнолыжники, мембраны у нас без проблем. Гораздо дешевле обходятся, чем гражданская там суперноворочная фирма. В разы дешевле. В принципе, лыжная экипировка, она довольно-таки дорогая. А так, если вот как-то сэкономить, то вполне верно. Там брючки мембранные, можно полторы-две тысячи ложиться надеть на какие-то тёплые брючки. Ну, опять же, в лес, наверное, вот можно пойти, да? За грибами там... Грибники, охотники, рыболовы – это излюбленная одежда. Мне нравится очень, как выглядит вообще вот эта вся одежда. Ну, да, единственное, берцы здесь... Этот костюмчик очень... Не Германия, а Англия. Ну, это без разницы, в принципе. Я гляжу, вот большой очень выбор вообще ботинок, да? Немецкие берцы, они выглядят немного иначе. По функционалу ничем не уступает, по качеству тоже. Чистая кожа, конечно же, да? А у Виктора, у него сейчас берцы Гортекс. Сам ношу, сам балдею. Полтора-два часа стоял в воде, мыл машину. Ну, предварительно, естественно, берцы пропитал. Очень достойный вариант, удобный. А я гляжу, еще какие-то варианты есть вот. Это что такое все? И у нас и Англия, и Штаты, и чего только нету, в принципе. И Франция, и Италия. Так, ладно, ну не будем зацикливаться на одном костюмчике. Надо что-то посмотреть, а что еще можно выбрать, да? Немецкие, допустим, ну не всем, может быть, понравятся. Вот и по расцветке, и по каким-то вот этим флажкам немецким, да? Сейчас мы берем английские костюмы, мультикам, ВПМ. То есть, ну, самому Вить, по ощущениям, как вот, берешь ты такой костюм? Мне уже жарко, надо раздеваться. Но я беру. Все понял. Так, что сейчас будет за костюмчик? Сейчас мы, видите, подберем камуфляж. А что это? Милитари полис. Это чей? Великобритания. Пожалуйста. Ваш размерчик. 190-196. Так, 180-96. Ну, это, допустим, такая клеточка. Очень удобная, функциональная, много карманов. И рубашечку. И рубашечку, и рубашечку, и рубашечку. И сейчас мы подберем рубашечку. Сейчас мы подберем Виктору рубашечку. Это уже как бы для лета легенькая, да, такая одежда? Да, она полегче, чем... Немецкий фляж. Германия. Расцветка другая уже такая. Ну, принципиально, да, расцветка по крою кармана, наличие карманов. А что еще интересно тут есть? Ну, дополнение куртки Аляски. Зима. Это тоже военные, как это там? Ну, это уже милитари стиль. Ну, естественно, изначально это военные. Термобелье. Гортекс-мембрана различных стран. Англия, Германия. А я бы там видел такое разноцветное какое-то, все вот, с красненькими, что-то такое. Это что такое? Можно посмотреть? Это вот костюмчики, как на нашем Питюне. Можно его снять. Довольно-ки такая функциональная куртка. Это чье такое? Швейцария. Швейцария, интересная вообще расцветка. Да, можно инструкцию писать, карманы, где что лежит. В комплекте еще идет у нее рюкзачок. Брюки, да, такие же тоже? Да, очень функциональные, много карманов. Удобные, практичные, теплые свитера. Вот такого плана. Это чьи? Это Великобритания. Нагляжу, они не сильно отличаются, да, по внешнему виду? И у нас, по-моему, российские такие же есть. Ну да, такой, это покрой же охрана, и военные носит, и все подряд. Ну, вот такие вот, с горлом, барнибольные. Также разнообразие рюкзаков для любителей природы, походов, охотников, рыболовок, водоискателей. Тоже это мы все продаем, все привозим. Палатки. Ну, палатки сейчас не сезон, вот одна осталась, сезон мы будем так же завозить палатки. Двух-трехместные, удобные, недорогие. Вот. А вот такие маленькие рюкзачки, это что такое? Рюкзачки, так называемый, малый городской рюкзак. Вот они, допустим, с одной лямочкой бывают. То есть сюда можно маленькую лопатку, да, как-то положить, что-нибудь еще? Вот как подстраиваться, кто-то берет, вон, Бундесверовские оригинальные рюкзаки, довольно-таки большие, вместительные. Кто-то берет, там, коммерческие рюкзачки, ну, на любой вкус, кому что надо, подберем под любые потребности. Вплоть до огромных сумок рюкзаков Великобритании, очень вместительные. Носится как сумка с лямочками, или как рыбкод. Можно носить ее как сумочку. Или как рюкзак, есть дополнительные лямки, которые позволяют носить на спине. Удобно, практически. Ну, и различные подсумочки, так, для антуража Израиля. Маленькие сумки коммерческого производства. Все это вполне можно использовать не только в лесу, там, в походе, но и также в гражданских целях. У меня дочка в школу бегает, вот, с таким рюкзачком. Пацаны бегают за ним. Так. Ну, вот. Легкая. Более облегченный вариант, в отличие от Бургасфера. Дышит все, да? Ну, материальчик дайте подругу. Такой легенький хэбэшечка, да, такая? Материал, да? Ну, там примеси все равно есть. Опять же, боковые карманы на брюках. Так что, под нашу местность тоже подходит, несмотря на то, что светлая. Вот, особенно под светлый лес, под поле. Вот. Это новая расцветка Англии. Саш, ну, это все настоящая, да, форма? То есть, это натуральная армейская форма, да? То есть, это не где-то пошито под, как бы, форму. Это именно форма, да? У нас на любой вкус и цвет. Хотите оригинал, хотите коммерцию, без проблем. Нет, ну, вот это конкретно. Это конкретно оригинал. Так, а вот под такой летний, под этот летний костюмчик, да, что-нибудь, вот, может быть, свитерок какой-то, да, надо? Да, можно, в принципе, посмотреть на вечер. Ну, Итюк, прямо проходи, чтобы я там вам не мешался, смотри. Так, ну, эти шерстяные слишком, я думаю, будет. То есть, на лето надо, на вечер, да, какой-то, мало ли, прохладная погода тоже может быть. Ну, мой размер. Ну, прикинь, одень. О, вообще шикарно. В принципе, свитерок на вечер и лето. Теплый? О, на голое тело коляет, значит, будет теплый. Вот, в принципе, наверное, и все, что мы сегодня выберем. Конечно, выбирать здесь можно часами, под разные условия. Под разные требования. И расцветки. И расцветки, под разный кошелек. Но мы пока остановимся на вот этих двух вариантов. Витяку, упаковали мы тебя? Да. Подобрали мы Витяку летний костюмчик, рубашечку какие-то и так далее. Спасибо, Сань. Да. Удачи, как говорится, не надо. Ну, да. Ну, давай, Сань. Спасибо, зайду еще. Ну, все, спасибо огромное. Удачи. Счастливо. Скоро я приду тоже подзакуплюсь чем-нибудь. Да, приборчики забегайте, тоже меняйте. Хорошо, все, пока. Счастливо. Пошли мы. Пошли мы. Счастливо. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok